О, сколько нам... В общем, продолжение. Тайны Вселенной, конечно же, не открыты до конца. Да что там? Они даже на тысячную долю не приоткрыты. Тем не менее, что-то мы уже знаем. Например, то, что во Вселенной больше звезд, чем нервных клеток в мозгах у всех людей, когда-либо живших на Земле. Наш мозг состоит из 100 миллиардов нейронов. Только в нашей галактике находится от 200 до 400 миллиардов звезд. Во Вселенной что-то вроде 500 миллиардов галактик. А число людей, когда-либо живших на планете, составляет примерно 107 миллиардов. Вот и считайте. Кстати, по поводу нашего могучего мозга. Есть на свете человек, который слышит свет. Мало того, он художник. Знакомьтесь, Нейл Харбисон, он совершенно не различает цветов. Это заболевание называется ахроматопсия. До 16 лет Нейл даже не подозревал, что кроме черной и белой в мире есть и другие краски. И вот однажды юноша попал на лекцию кибернетика Адама Монтадона. Тот и помог начинающему художнику увидеть цвет. Для этого был создан заумный прибор. Устройство состояло из веб-камерок, компьютера и наушников. Работает он так. Специальная программа преобразует световой сигнал в звуковой и назначает каждому цвету свою тональную частоту. Поэтому Харбисон может в прямом смысле слышать 360 разных цветов, а некоторые из них даже неразличимы для человеческого глаза. Дело техники, как говорится. А вот с чем связан этот технический феномен, объяснить пока не может никто. Вы бы хотели, чтобы ваша лампа работала миллион часов подряд. В городе Ливермор, что в Калифорнии, есть такая. Ее изготовили в 1901 году и с тех пор ни разу не выключали. Лампочку подарили владельцу компании Power & Light, который приспособил ее на дежурный ночник в помещении пожарной службы. С тех пор сменилось немало работников. Помещение использовалось в различных целях, а чудо-лампа так и горит уже 110 лет. В среде местных пожарных этот предмет интерьера уже давно оброс шутками и небылицами. Однако и о деле забывать нельзя о своей самой прямой обязанности. А вот совет, который мы вам сейчас дадим, носит прямо противоположный характер – огнеопасный. Для разжигания костра можно использовать, ни за что не догадаетесь, чипсы. Они чрезвычайно легко воспламеняются, да и горят довольно долго. По времени как раз хватит, чтобы загорелись даже сырые дрова. Секрет заключается в масле, которым чипсы пропитываются в процессе приготовления. Так что, отправляясь на пикник, не забудьте прихватить пакетик чипсов. Да побольше! Еще о странностях не упомянули. Вот вам. Первой любовью Эрики Ля Тур Эфель был Ланс. Так звали Лук, который помог ей стать лучником мирового класса. Еще у нее был роман с берлинской стеной. Женщина уверяет, что много лет состояла в интимной связи с тем обломком стены, что хранится в ее спальне. И это еще цветочки. В 2008 году Эрика вышла замуж за Эйфелеву башню. С тех пор у женщины такое странное имя. А вы знаете, что у той самой Эйфелевой башни есть множество копий. Одна из них была построена вместе со всем Парижем во время Первой мировой войны. С помощью макета планировалось расстроить планы Германии и уберечь настоящий город от уничтожения с воздуха. В поддельный город провели электричество, не забыли даже про модель Северного вокзала, главной станции столицы. К счастью, опробовать хитрый проект так и не пришлось. Война закончилась раньше, чем фальшивый город был достроен. А вот один из самых красивых пешеходных маршрутов Австрии на полгода превращается в озеро глубиной 10 метров. Зимой это место абсолютно сухое и используется для пешеходных прогулок. Но с наступлением лета снег и лед в горах тает, и парк превращается в водоем. Удивительное зрелище! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok